Одесский городской совет производит огромное количество закупок за бюджетные средства, причем сумма затрат уже, что называется, перевалила за 2 миллиарда гривен. Это почти треть всего городского бюджета. Причем, на самом деле, город мог бы потратить на сотни миллионов меньше. Однако, проводя тендеры, мэрия совершенно не стремится сэкономить народные деньги. Почему свое расследование провел антикоррупционный офис? Представители общественной организации антикоррупционный офис провели собственное расследование на предмет расходования городскими властями бюджетных средств. Результаты впечатляют. Итак, расходы на закупки, осуществленные городским советом, это 2 миллиарда гривен, то есть треть всего бюджета. Сразу стоит отметить, что это одна из самых крупных растрад среди других украинских городов, где власти все-таки думали об экономии бюджетных денег. Только на допороговых закупках, а это те закупки, которые осуществляются без проведения тендера и без конкуренции, мэрия могла бы сэкономить порядка 60 миллионов гривен. Еще примерно 50 миллионов городские власти могли бы сэкономить на закупке продуктов питания для детских учреждений. Но и здесь власть решила не мелочиться. Ведь на самом деле тендеры проводятся между двумя одними и теми же фирмами, осуществляющими поставку продуктов, которые, как считает глава антикоррупционного офиса Алексей Черный, давно находятся в сговоре между собой. И никакой конкуренции на самом деле друг другу не представляют. За счет того, что должна быть конкуренция, и конкурирующие фирмы, конкурируя между собой, постепенно снижают цену. То есть заявлено, например, 5,8 миллионов, они между собой торгуются и снижают. Как правило, снижают, если брать под Днепропетровскую, например, снижают где-то на 30%. В Одессе снижают на 0,4%. Потому что у нас есть только две фирмы, в основном, которые выходят на конкурс. И эти фирмы между собой имеют договоренность, и поэтому они между собой фактически не конкурируют. Вот они вышли с одинаковыми ценами, и ни на одну гривну они ее не уменьшают в процессе вот этой конкуренции. И при огромных объемах затрат это наносит огромный вред. Ну, понятное дело, что никакие такие фирмы не смогли бы договориться друг с другом, если бы перед этим не договорились с мэрией, или, что еще, скорее, мэрия не договорилась с ними. Я так понимаю, интерес власти там, наверное, есть, потому что если покопаться в том, кто основатель этой фирмы, и с кем эта фирма связана, где она зарегистрирована, по какому адресу, сравнить, кто с кем женат, то мы постепенно выходим на то, что это сфера интересов группы Герц, которую почему-то очень любит Одесский городской совет. Скажем, все платежи, которые коммунальные, проходят в Одессе, проходят через эту группу, и она с этого имеет более, по-моему, 2,4% с каждого платежа. То есть это люди от мэрии недалекие, достаточно близкие, если говорить о фамилиях, то это люди, которые выходят на галантерника. Галантерника считают одним из спонсоров, кто-то считает спонсором, кто-то чуть ли не хозяином Труханова. Вот в результате этого мы имеем одну фирму, которая выигрывает практически все тендеры по питанию. На втором месте траты городских властей на те компании, которые предоставляют услуги по энергоснабжению от света до тепла и бензина. То есть те, кто является монополистом на рынке предоставления этих самых услуг. К слову, среди монополистов почему-то оказался и Росдорстрой. Да, именно та компания, которую связывают с бизнес-интересами самого Труханова при такой-то крыше. Отчего бы не заработать миллиард другой? Вот у нас на третьем месте среди монополистов почему-то оказался Росдорстрой. То есть это фирма, с которой заключаются договора без проведения тендеров. Как они это делают? Они заключили основной договор еще до того, как Прозоро вступило в силу, то есть до августа прошлого года. И теперь додатковыми угодами подписывают все остальные работы. Причем вот там закапываются астрономические суммы. Астрономическая сумма – один миллиард гривен, в которой нам с вами обошлись услуги по строительству в Одессе. Но стоят ли они этого на самом деле? У нас будет отдельный проект, он стартует с марта месяца. Мы будем делать такую антикоррупционную карту ремонтов. Будем накладывать те объекты, которые ремонтируются в городе, на карту, чтобы каждый одессит мог посмотреть, что ремонтируется. И совместно мы могли оценить, она вообще проводится или нет. А пока ясно одно – на себе городская власть экономить не собирается. И чем больше миллиардов попадает в бюджетную казну, тем больше миллиардов пополняют карманы нашего городского руководства.